Микс Ньюс Добрый день, в эфире передача «Встретились, поговорили» Я ее ведущий Евгения Шафранок Помогает мне звукорежиссер Родион Золотарев А в гостях у нас сегодня прекрасный писатель из из Борджана Эльчин Сафарли Добрый день Здравствуйте, доброго дня Да, вот хочется как в школе Поднимите руку, кто не читал книг Эльчина Потому что, мне кажется, прекрасные книги Я пока в этом немного сомневаюсь в контексте Латвии Потому что встречи еще с читателями не были Не было, она будет завтра То есть знакомства пока с моим читателем в этой стране не произошло Ну вот посмотрим, завтра 108 поделюсь с вами своими впечатлениями Ну на книжных полках ваши книги есть И мы их читали Да, да, иначе бы не пригласили Иначе бы не пригласили, конечно Обычно так это работает Во-первых, надо сказать, что завтра, 9 октября В книжном магазине много книг В 7 часов вечера будет встреча с... Даже улица с таким приятным названием Деглова Да Музыкальное такое, да? Да, да, да Да, будет встреча с читателями Пожалуйста, приходите Приходите, пообщаемся с удовольствием Да, вот... Для этого не обязательно читать мои книги Можно почитать потом Есть такой стерео... Мне очень всегда приятна категория читателей Которые приходят на встречу читателей И говорят, что... А я пришла познакомиться А так бывает? Конечно Вот в Петербурге Вот я приехал сюда из Петербурга Пришла очень приятная женщина Она сказала, что... Я пришла с вами познакомиться Посмотреть, о чём вы Я говорю, ну отлично Я вам желаю приятного чтения Потом надо... Такое бывает для меня Это чувство азарта Завоевать... Аудиторию Штателя Завоевать новую аудиторию Да Вот у вашей книги, мне кажется... Поэтому, простите, никогда не расстраиваюсь Когда меняется тема книги Например, Стамбул уходит в сторону И появляется... В контексте книг, безусловно И появляется Юг Франции И читатель, который на протяжении 12 лет Получает истории про любимый город Стамбул Вдруг получает Юг Франции Они говорят... Это... Ну вообще же читатель по своей природе Очень консервативное создание Тем более, когда ты его приучил К одной тональности И вот когда говорят, что ты можешь потерять аудиторию Часть аудитории Я говорю... Я всегда добавляю Да, это может быть Но обязательно придут новые Оптимист Я просто в этом убеждён Это не история про оптимизм Это доказывает моя книга Последняя Дом, в котором горит свет Там нет Стамбула Там зима Сыпет снег И холодный океан Очень, кстати, хорошая книга Спасибо Мне она тоже очень нравится Не от того, что её написал я Я всегда абстрагируюсь от этого Но у вас же все книги очень личные Безусловно По мне же чувствуется Когда, в смысле, даже вы сейчас прочли Вы подготовили Подготовили Нет, я читала заранее То есть я когда увидела, что вы приезжаете Я обрадовалась, потому что от этого читала книга То есть вы уже знакомы со мной И когда ты общаешься со мной Когда человек по ту сторону, например Общается со мной Понимает, что это обо мне Ну, это чувствуется Ну вот в ваших книгах очень много такой проникновенности Какой-то сердечности Во-первых, изумительный язык и стиль Это вообще отдельная моя любовь Спасибо бабушке Откуда в таком брутальном мужчине столько сердечности? Как вы так хорошо? Я не считаю, что я брутальный мужчина Добрый, мягкий, нежный? Нет, я думаю, что не всегда нежный Не всегда добрый И не всегда мягкий То есть брутальный? Нет, по-разному бывает По-разному бывает Как и нет одного какого-то конкретного любимого цвета у меня Это значит о том, что у меня всё по настроению Не по настроению, не человек настроения Я не согласен с этим Потому что я могу себя дисциплинировать в определённых ситуациях Когда требуется отодвинуть в сторону своё настроение И выполнить определённую работу, определённые действия Я думаю, что это не про брутальность Это история про то, что Это история про живое А живое никогда не может быть одинаковым Да, но вот именно вот эта какая-то чувственность Которая просто буквально пропитана в вашей книге Иногда сомневаешься вообще, что ты писал мужчина Потому что мужчина всегда писатель Да, сентиментально Откуда вот это? Я вам скажу, это ещё некий стереотип, конечно Это некий стереотип, что мужчина-писатель Писатель мужского рода Он должен обязательно писать что-то вот такое серьёзное Это какой-то там триллер Это что-то такое более динамичное, не про чувство Мужчины бывают же разные абсолютно Вы лучше меня это знаете, я думаю Мужчины бывают разные И, соответственно, и пишут они по-разному И чувствуют они по-разному Слушайте, вот этот ещё стереотип, что мужчина должен быть Должен Должен, должен быть брутальным Должен, должен, должен быть Бесконечное количество чего, что он должен Это так, мне кажется, таким прессом давит на самого мужчину Что он всегда должен быть не плакать Что он должен быть всегда храбрым и смелым Поэтому, мне кажется, это история про стереотипы А на самом деле Мужчины бывают разные Как и женщины бывают разные Вот давайте про женщин поговорим А женщины бывают все с повышенным материнским инстинктом Не все Все говорят Женщины – это прежде всего мать Не всегда Я часто вижу, что женщины часто делают жизни Так что так же и про Или женщины-принцессы Я знаю девочек, которые не принцессы И не хотят ими быть Хотят быть девочками Хотят быть женщиной Но не принцессы Или вы согласны, что женщины – это слабый пол? Ещё один стереотип Абсолютно нет Вокруг меня такие женщины, что Мне кажется, вот они больше сильный пол А мужчины больше слабый пол Так что я вас сегодня атакую, простите Нет, всё в порядке Вы читаете отзывы на ваши книги? Конечно Вот я процитирую парочку, которые я нашла буквально недавно Нет, там всё хорошо Если негативные, то давайте цитировать Нет, я вообще негативных не нашла А вот что парадоксальное Давайте я вам дам ссылочку Хорошо, договорились Почитайте на досуге Без проблем То есть, Эльчин, ваши книги изменили мою жизнь Читая вас, обретаешь веру Читая ваши романы, сама вновь и вновь проживая каждую секунду своей жизни Вы вообще чувствуете какую-то ответственность за такой фидбэк? Да, чувствую Вы понимаете, что у людей там что-то поворачивается внутри после ваших книг И вы как бы немножечко за это У меня была передозировка, кстати, в Петербурге Передозировка чего? Вот такого количества приятных слов Не количества, а приятных слов именно в таком контексте Вы понимаете, когда я начинал Раньше была история, может быть, про то, что симпатичный парень И пишет чувственные книги А сейчас я понимаю то, что они уже не видят историю про физическую оболочку Ну вот я прям на самом деле Иногда мне даже это вот ободевает Я думаю, что вот они замечают какие-то изменения во мне Например, на физическом уровне В одежде, в образе, в имидже, в стиле Нет, они уже этого не видят Они приходят на встречу с человеком, который вдохновляет И это радостно Это история про то, как творчество, искусство Простите меня за высокопарность, не знаю, как по-другому Когда дело твоей жизни меняет людей в лучшую сторону Или укрепляет в них те лучшие качества Те положительные качества, которые есть в них Когда пишете, плачете? Я чувствую, простите, я чувствую эту ответственность Но это не значит, что я подыгрываю этой ответственности То есть я когда пишу, я думаю, ты ответственный за этот текст? Нет, я пишу то, что созвучно моему внутреннему состоянию Но я не думаю о том, что об этом нельзя написать Потому что на девочку 19 лет, которая вдруг взяла мою книгу На нее это плохо повлияет, нет Я пишу то, что созвучно мне Но вот так хорошо, что во мне в контексте попадания в мои истории Благородные такие порывы Все, что неблагородное, повседневная жизнь Когда пишете сами, плачете, смеетесь? Нет, конечно, нет Это какой-то рабочий процесс? Я и в жизни не плачу Вообще никогда? Ну, почти нет Но я уже не помню когда Но я могу, когда говорить, я могу Простите, я когда говорю на определенную тему какую-то, например Я могу расчувствоваться Но плакать нет Мне это не моя форма Потому что мне это не помогает У меня как-то была такая беседа с психотерапевтом Она Хорошо, что она им не стала, моим психотерапевтом Я ей спросил, что я не могу говорить У меня вот есть один вопрос Он меня очень беспокоит Есть одна тема, и она меня очень беспокоит, простите Я не могу о ней говорить Потому что когда я говорю, у меня становится Мне становится хуже, мне становится плохо И я не могу Один, два, три, четыре, пять сеансов Ходить вот так вот это все Проговаривать Она сказала, нет, это обязательное условие Работы, я сказал, что нет Мне такое не нужно Есть кто поплачет, полегчает А мне наоборот на дно Мне кажется, что вы достаточно молодой Автор, вы и начали писать очень рано В 12 лет вы уже начали публиковаться Я начал публиковаться такие забавные Детский лепец свой В 12 лет, конечно, да, публиковал А сейчас читали первые? Это жуть просто Прям вообще стыдно Да что там про 12 лет Я написал первые 4 книги, мне стыдно за них А вы говорите про 12 лет И все-таки, вы достаточно молодой автор Сложно ли было пробивать себе дорогу Среди таких, в принципе, метров этого жанра Потому что уже же все занято Или как это происходит? Я создал свое место Такого места не было, чтобы оно было занято Я создал свою ячейку И которую никто занять после меня тоже не сможет Как и вы создали свою историю В контексте своей работы Если бы было такое Волнение относительно вашего вопроса Наверное, была бы и конкуренция А у меня ее нет Я ни на кого не равняюсь Я уважаю, прислушиваюсь И учусь У меня нет конкурентов Есть некоторые издательства Которые начинают издавать таких Подбирают странных мужчин И которые пишут такие чувственные книги И вроде бы и продажи у них неплохие Но я понимаю, что они пытаются создать Второго Эльчина с Фарли Ну, свою лайтовую какую-то версию Лайт-версия Эльчина, отлично Но не получилось Не получается Не потому, что это особенность А потому, что я не могу быть Катей А Катя не может быть Эльчином Света не может быть Катей Катя не может быть Светой И вообще не надо, чтобы быть кем-то Все Я понимаю свою уникальность Контекста своей работы Как я уверен Понимает свою уникальность Ну, Людмила Евгеньевна Улицкая Как-то так А что вообще это за Как вы определяете этот жанр? Атмосферная проза Атмосферная проза Мне кажется, что в кино это была бы рум-ком Что-то такое, нет? В кино это было бы Я могу вам сказать Каким бы кино, хотите? Да, конечно И посмотрите Это есть и на английском И на языке оригинала турецком И, соответственно, на русском тоже есть Времена года Джей Лан, режиссер Вы профессиональный журналист И профессиональный писатель Профессиональный журналист Не знаю, такой Профессиональный писатель Я тоже себя не считаю Хорошо, вы журналист И вы писатель Я журналист по образованию Вроде по призванию тоже Что сложнее? Писать как журналист Или писать как писатель? Как журналист Серьезно? Конечно, как журналист Потому что ты живешь в рамках Ты передаешь информацию И ты должен быть максимально объективным А я в прозе дорисовываю Эльчин добрался до нашей тыквы Перед Хэллоуином Хорошо, а какая, на ваш взгляд, профессия? Вот такой детский вопрос Какая круче? Журналист профессия или писатель? Для вас лично Намного круче для меня профессия врача Если будем говорить про Крутизну профессии Но про интерес и самоотверженность И про силу дела жизни Я считаю, что, бессловно, это врачи Я даже думаю, хочу уйти в это дело Но понимаю, что это долгий путь достаточно Во-первых, это призвание Во-вторых, это долгая учеба Но врачи для меня На самом деле Это история прослужения Когда я это сказал На встрече с читателями Мне мои читатели сказали Но вы тоже лекарь душ Я так не считаю, наверное Ну как красиво сказали У вас же несколько литературных премий Вы помните первую? Вот эти эмоции, чувства Вот это состояние, когда вы ее получили Я вам скажу о премии Которые я получаю каждый месяц Каждую неделю Это мои встречи с читателями Я вот совершенно вам искренне это говорю Каждый раз, когда я еду в какой-то город Я, например, был недавно в Узбекистане И был некий стереотип Что, ну, неужели я настолько популярна в Узбекистане Что вот назначили Партнер попросил две встречи с читателями Третью еще просил Ну на один Ташкент Две встречи Да, я знаю, что там была сильнейшая поэтическая школа Я приезжаю Я просто вижу Не переполненный А какой-то Я не знаю У меня началась паническая атака в этот момент Потому что такого огромного количества людей И это была огромная для меня награда Все остальное отходит на второй план Вот поверьте Потому что Что может быть самым лучшим для писателя? Что его читают Все А что касается наград Я меняюсь Мое отношение ко многим вещам меняется Лучшую, худшую сторону И вот касательно наград Скажу вам, что это такая несерьезная штука Эти все наград Это между собой Они раздают все друг друга Вы заметили? Одни и те же имена Вы видели какого-то автора Я всегда касательно премии в России литературных Ну чтобы была девушка 20 лет из Саратова Никогда не было такого Обязательно Может быть Некогда уехавшая из Саратова в Москву или Петербург Который засветил с тусовки Они наградили ее премии Свои же погладили Сами же обмыли Сами же отпраздновали Нет, я не хочу быть в этом списке Но вы так довольно Скажем так Критично высказываетесь Не будет ли такого Приедете в Москву А на вас уже там обиделись И премию не дали И не печатают А вдруг печатать не будут Ну потому что Я удовлетворенный в этом вопросе человек Мне нет необходимости В каких-то премиях Которые подтверждят Подтверждать мой Некий, простите, статус Мой статус Это мои цифры Когда я встречаюсь Своим издателем Он звонит и говорит Татьяна Павловна Приведите, пожалуйста, бухгалтерию Приведите, пожалуйста, отчет По продажам с ФРЛ Вот самая честная история Сколько в месяц покупают книг? Не знаю, по-разному Я знаю, что вот Новая книга Дом, в котором горит свет Мы продали уже за 3 месяца 50 тысяч книг Это очень много В рамках того кризиса Который сейчас переживает Вообще в целом Вся книгопечатная индустрия мира Вы сами из Азербайджана Живете на две страны Я родился в Баку В Баку, да Две страны у вас сейчас Это Турция и Азербайджан Расскажу Я родился в Баку Закончил советскую школу Русский сектор Потом проучился Поработал некоторое время Журналистом Потом уехал в Стамбул Все, с тех пор Баку стал городом воспоминаний И городом, где родители И племянница моя уже Поэтому часто туда приезжаю Ну и когда дом Вот это ощущение Это конечно же Наша улица Это не моя квартира Это наша улица Которая мне снится Не квартира моя Именно И какие-то предметы Интерьера там Или миска Чайник Или что-то Мне снится наша улица Часто Я по ней очень скучаю А Турция На каком языке Она там общается На турецком языке Я общаюсь Вы его выучили Или вы его здесь Я его выучил Да, я его выучил Он Ну сразу обычно говорят О том, что Ну азербайджанский И турецкий Это одинаковая Языковая группа Тюркская Нет Это очень разные языки Какие-то Это как Наверное Украинский Русский Что-то похоже Но ты понимаешь В принципе Что тебе хочет Передсказать человек Но это разная история Совершенно В турецком языке Намного больше Заимствованных слов Из французского Например Да А вот Стамбул Что он вообще Жизнь в Стамбуле Что она вам дала И как человеку И как писателю Ну не как страна И мне спрашивают Так много про это Именно Да, но это интересно Потому что Когда ты уезжаешь В другую культуру В другую страну Да, пожалуйста Давайте про эмиграцию Поговорим, если вы хотите Нет Она как раз Нет Не как страна Что она вам дала А как вы там поменялись Как она на вас повлияла Она раскрыла во мне Очень много всего хорошего Что было Но требовало раскрытия И этот город Дал мне возможность Например Лучше ощущать Себя в контексте города Чувствовать город Верить в некую магию Потому что в Стамбуле Она очень мощная Невидимая какая-то Энергия, сила Которая витает в воздухе Вот этого Константинополя И много всего полезного Вот эта история Про отношения Которые должны Делать тебя лучше Мне всегда спрашивают о том Что Как понять Что не то Как найти своего человека Как понять Что человек мой Я говорю Это вы можете Только вы понять И находясь с этим рядом Человеком Вы понимаете Что вы Становитесь лучше И чувствуете это Только вы на внутреннем уровне Я вам Желаю всем Кто не нашел своих людей Найти своих людей Мы сейчас Прервемся на небольшой Паузе И потом продолжим наш эфир Мы продолжаем наш эфир Передача Встретились Поговорили Я ведущая Евгения Шафранок Помогает мне Звукорежиссер Родион Золотарев Сегодня у нас в гостях Я напоминаю Прекрасный писатель Личин Сафарли Добрый день Еще раз добрый день Да Мы говорили об эмиграции Но мы не будем На ней очень сильно акцентироваться Вот Сладкая соль Босфора Роман Который появился Во время проживания в Турции До После В какой момент он родился В какой момент вы готовы были Вот этой стране Посвятить уже прям целую книгу Сейчас я вам так отвечу на этот вопрос Все самое такое Настоящее Горячее Ненаигранное Честное Появляется спонтанно Когда ты не ставишь себе установку Я сажусь писать книгу Которую посвящу Рике Ты просто Это порыв Ты садишься И думаешь Запишешь заметку А эта заметка становится романом Вот Стамбул был Да не только один роман У меня про Стамбул Вообще целая Серия стамбульских романов Но этот был первый уже Да Сладкая соль Это дебют Да Дебют Не знаю Я просто описал свою жизнь В тот период И жизнь Которая сейчас Для меня кажется Каким-то сном Потому что столько всего Изменилось В хорошую сторону В другую В другую У меня была некая Как вам сказать бы правильно Какая-то некая Чистота что ли Вот этот юный И не юношки максимализм Я был такой весь Взбудораженный жизнью И это чувствуется В книге Там такой детский лепет Сладкая соль босфора Не советую никому читать Просто лучшая реклама На радио Вот моя книга Не читайте ее Дом в котором горит свет Или Расскажи мне о море Расскажи мне о море Чудесная книга В принципе мне нравятся Все ваши книги А вот расскажи мне о море Я немножко Высказать про города Там Расскажи мне о море Рассказывается Про Абширонский полуостров Это 30 километров от Баку Там где я вырос Я вам только скажу Что вот к этой истории Я готовился Это моя дань Благодарность Этой земле За то что она Столько Во мне раскрыла И заложила даже Вот И я долго репетировал Были сначала заметки А потом думаю Нет Я сейчас напишу Объемную вещь Про Абширон И все больше К этой теме вернуться Не могу 8 лет назад Режиссер Сергей Сараханов Снял про вас Краткометражный фильм Наедине со всеми Вот Каково это Когда про тебя снимают Фильм Ты становишься Такого же не было Про меня снимают фильм Мы собрались Сережей Сняли И сняли Просто Зарисовку про меня Я там наболтал Много чего С чем я сейчас Не согласен Такой это Внутренний Фильм тоже не смотреть Да я так понимаю Нет Не смотреть Тоже не смотреть Книгу не читайте Фильм не смотреть Отлично Ваши герои Они очень много Переживают Таких каких-то Душевных Достаточно Терзаний Терзаний Да Они прям Глубокая Такая эмоция У них идет И все это пропускается Вы же все это пропускаете Через себя Это же ваши эмоции Я не пропускаю через себя Это мои эмоции Просто Да Это ваши эмоции Не много ли эмоций Для нормального человека То есть их прям много Я не знаю как определить. Ну да, много. Эмоциональность у меня повышенная, поэтому я с этим работаю. Может, вы как писатель чуть-чуть безумный? Есть такой? Ну, я не как писатель безумный, наверное. Я вообще такой есть по жизни. Например, я как писатель более консервативный, я вам скажу, такой мудрец-старичок. В жизни повседневная более динамичная. У вас как... То есть не безумный? Безумный? Как писатель? Да. Не знаю, нет. А как человек? Нет, я бы не сказал про себя так. Я бы сказал, что интересный, яркий, разный, но не безумный. У вас какая-то фантастическая работоспособность. Вы очень... Это говорит мой СММ-менеджер у меня. У нас есть чат, она говорит, так, ты отвечаешь 4 утра, потом 8.20, от тебя уже второе задание. И я думаю, у меня только один вопрос на то, когда... А вы когда... Когда мы еще были на «вы», я говорю, что... Она говорит, Эльчин, а вы спите как-то? Я говорю, простите, я говорю, как-то я, Маш, нарушаю какую-то, может быть, вашу пространство в 8 утра пишу? Она говорит, нет, у меня все равно как бы на беззвучном режиме мой телефон. Просто удивляешься. Просто я не могу понять, когда вы спите? Я говорю, что... Я люблю... Я люблю труд. Я уважаю труд. Я считаю, что счастье – это труд, а не история про везение. Мне вот здесь недавно спросили о том, что... Верите ли вы в везение? Я говорю, что везение есть такое понятие, но эта субстанция такая непостоянная. И я стараюсь слишком не полагаться на нее. А я намного больше верю в труд и силу желания. Вот в это я верю. Это то, что созвучно мне. А сила желания – это тоже есть труд, какая-то форма труда внутри. Поэтому, да, я считаю себя достаточно трудолюбивым, но я люблю свое дело жизни, им занимаюсь с упоением. Творческая профессия, она подразумевает и отношения людей, которые вокруг. Это какая-то такая, наверное, деликатность, какое-то понимание, да? Потому что творческий человек может уйти в такой литературный запой, и вот ищи с вещей потом. С чем приходится мирить с вашим близким? Давайте я вам расскажу. Какой интересный вопрос. Привет, мои близкие. Они вам сейчас наговорят. Сейчас они позвонят в прямой эфир. Ой, у нас звонок. Давайте возьмем наушники в прямой. Доброго дня. Ой, я не чувствую вас. Подождите секунду. Подождите. Вот. Да, добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Извините, вопрос отпадает. Просто уже получил информацию. Ну, отлично. Доброго дня вам. Я хочу выразить свое восхищение, потому что это второе интервью за день, на которое я попал с вашим гостем. Ну, по радио. Благодарю вас. Я просто становлюсь, видимо, потенциально вашим читателем, потому что я так как бы в современной литературе посредственно, так интерес посредственный. Но гость просто уникальный. Первое интервью, которое я слышал до этого, там было вообще настроение такое создалось. Хотелось почитать, что он пишет, потому что я ничего, к сожалению, до этого не читал. Дом, в котором горит свет. Приходите на встречу. Всего доброго вам и приятного чтения. Я помню про встречу. Да, до свидания. Приятного чтения. Тогда с чем приходится милиция? Давайте, интересный еще вопрос. За вами прям ходят поклонники, которые вас еще не читали, но не начнут читать. Хорошо. Ну, давайте я вам расскажу про... Близких. Чем близким. Интересный вопрос. В контексте меня невозможна ни одна форма собственничества. Что почему-то возникает часто у людей, которые общаются со мной. Я не могу быть в постоянном доступе в контексте своих близких. То есть я могу на неделю, на 4, на 5 дней просто отвечать, конечно, на звонки всю, но не общаться так близко и тесно, как это подразумевает близкие отношения. Потом мое погружение в работе очень... Но я всегда говорю то, что это еще и мой заработок, и это моя ответственность, которая во мне, наверное, заложена отцом. Я считаю, что работа – это приоритет. Всегда деятельность именно. Вот деятельность моя приоритетная. Плюс я не терплю никакие сцены ревности. Это то, что меня отторгает. Причем ревность может быть и в дружбе тоже. И в братских отношениях тоже. И родительских, а мама с сыном. И куча женщин вокруг. И когда мама, абсолютная мама двух сыновей, вы понимаете, я не знаю, это отдельная каста мам, у которых только мальчики. И, к сожалению, они считают, что их мальчики – самые лучшие. Глубокое заблуждение. Срадают девочки. Могу вам только сказать, что вот в этом вопросе. Но я стараюсь сохранять связь с близкими, даже будучи в каком-то глубоком туре, в котором я сейчас нахожусь. Отвечать, реагировать не всегда получается. Потом вы вдруг, давайте я вас спрошу. Вы заметили о том, что вот обычно певица, ну, у меня просто много приятелей, приятельниц, у которых мама певица, театральные актрисы, они никогда не бывают на 100% мамами. Нет полноценного погружения. Они всегда немножко актеры, всегда немножко на сцене. Они принадлежат своим детям. Мне кажется, что эта история про меня тоже. А вам что приходится отвоёвывать? Вот у этого мира, у этого общества, у своей семьи, для того, чтобы быть тем, кем вы хотите быть? Я вам могу только сказать, что мне приходится. Мне приходится беречь своё мироощущение, но отвоёвывать нет. Я берегу своё мироощущение, и всё, что может как-то это повредить этому, поэтому я стараюсь оберегать себя от этого. Вы переносите в книге «Личную жизнь», и, в принципе, как было в книге «Мне тебя обещали». Вот тут такой искренности последствия есть? Я не думаю об этом. Я не думаю, что есть ли у искренности последствия, или ты искренен или не искренен. Но мы же говорим о чувствах и другого человека, не только ваш. А, истории, которые я рассказываю? Конечно. Вы их рассказываете честно. У этих историй есть ещё и герои. Да, и у них своя позиция по вопросу их отношения. Звонят, ругают, высказывают своё недовольство, восхищают. Нет, скучают. Скучают. Когда пишешь и проживаешь, то есть вот в жизни случилась какая-то боль, вы выносите её на страницы книги, это облегчает переживание страдания? Или наоборот, вы ещё раз переживаете, и книга-то не понасает? Нет, я просто рассказываю, но я не думаю, что мне даёт это облегчение. Но мне хочется быть в этом мире. Вот книга «Дом, в котором горит свет», я скучаю по этой истории. Я из неё вышел, наверное, уже как месяцев семь. Ну, во-первых, она же не сразу издаётся, я её сдаю в издательстве, там месяца три над ней работают. Но где-то месяцев семь, как я, не в этой истории я по ней скучаю, я скучаю по этому дому, по этой улице, по этим героям, по Нелле скучаю очень сильно, по друге главной героини. Вот поэтому, это какая-то моя душина, что ли, это какой-то мой полёт, вот эти миры, которые я создаю, эти истории. Вот в одном из интервью… Потому что мне нравится, что они не идеальные. Они люди. Да, все герои, и этот мир, в котором они находятся, он не идеальный, волшебная сказка. Нет, там есть всё, но мне нравится вот этот дом с видом на море. У вас есть дом с видом на море? Нет, у меня дома нет, у меня квартира с видом на море. Тоже неплохо, да? Да, да, да. В одном из интервью, мне кажется, как раз с Нобу, вы говорили о том, что предпочли бы написать книгу, чем провести ночь с девушкой. Какое-то… Ну, потому что… Это же… Ну, а, мне обидно за девушек. Я вам скажу совершенно искренне, это интервью, наверное, было лет 5-6 назад. Так, всё поменялось, да? Теперь наоборот? Я думаю, что… Я, наверное, конечно, быстро меняюсь. Лучшую сторону мне хочется верить. Сейчас это совершенно какие-то абсолютно разные вещи. Но я опять-таки говорю, но мне… Это история про трудолюбие, что… Я думаю… Давайте я вам скажу такое, сделаю признание. Я вот думаю, вот закончится тур, напишу ещё одну книгу. Вот. И закончится тур в поддержку этой книги. А потом я уйду и буду заниматься личной жизнью. Это вам сколько будет? Ну, года через два, наверное. Года через два. Я говорю, что это заниматься личной жизнью, потому что очень редко, когда кто-то готов тебя разделять с таким количеством городов. Тебя просто нет постоянно. Кто может быть рядом с вами? То есть вообще какая девушка должна вас вот терпеть? Давайте я вам скажу, кто может быть рядом со мной. Давайте. Абсолютно земной человек, у которого неповышенная эмоциональность. Человек-дело, а не человек-эмоция. Какой-то робот прям. Нет, я могу… Есть такие люди. Почему? Ну, как-то же они не были в моей жизни и есть. Которые… У меня есть любимый фильм «Notting Hill». И там есть очень прекрасный эпизод с участием Хью Грант и Джулии Робертс, когда она приходит через вот эти бесконечные какие-то страдания в контексте отношений, говорит о том, что она хочет завязать со своей… Ну, отойти в сторону как бы от своей вот этой активной актрисы, а он продавец в магазине путеводителей и говорит, что я хочу прийти… Я пришла сказать тебе, что я тебя люблю, я хочу остаться в твоей жизни. И он сказал, нет, я этого не хочу, потому что я достаточно стабильный человек, и я всегда боюсь, что ты уйдёшь от меня. И как бы говорить ей нет. Но потом понимать, какую ошибку он совершил. Вот мне кажется, вот эта категория стабильных людей, это моя категория. Знаете, звёзд, вообще очень известных, популярных людей, часто награждают какими-то эпитетами. Ну, там король… Филипп Киркоров, король эстрады, условно, и так далее. Вот в вашей жизни были какие-то такие нелепые эпитеты, которые у вас… Какие? Да были самые жуткие, даже озвучивать не хочу. Нет, давайте скажите скорее. Нет, не скажу. А было, не хочу это повторять, но было самое… это… самый душевный писатель. Я так не считаю. Ну, душевный писатель, не знаю… Всякие такие ярлыки. Они меня очень раздражают. Да, да, актуризмы. А звездой себя считаете? Нет, конечно. А талантливым? Ну, вот, бывает книгу свою читаете, думаете, ай да я… Нет. Тоже нет. Искренне вам говорю нет. Ну, я считаю, что у меня есть… Я считаю себя ярким. Но не… Нет, я не думаю об этом. Ну, вот я просто сейчас почему задумываюсь? Потому что я возвращаюсь к тем моментам, когда я бываю наедине с собой, без вот людей вокруг, и думаю, кто я? Я просто говорю, что да, ты Ильчин. Всё. Не более. Мне кажется, и вот в личной жизни вот это всё спадает с меня. Я становлюсь абсолютно с таким… Просто Ильчином. И мне нравится, что я умею разделять. Что я могу то, что вот это оставить на сцене книжного, на сцене театра, в котором я выступаю, и прийти домой, надеть какие-то штаны свои, майку, и сидеть перед телевизором. Рефлексировать. Не рефлексировать, просто пить чай и смотреть телевизор. Нет, не рефлексирую я. Вы очень, на мой взгляд, вы очень, так скажем, внимательны по отношению к женщинам, к их каких-то переживаниям. Поэтому, наверное, у вас большинство всё-таки читателей – это женщины, которые вот находят эту теплоту, которую они не видят вокруг себя. И, во-первых, откуда нам столько тепла от мужчины? С чего вдруг? Где подвох? Нет подвоха никакого, потому что я на самом деле люблю женщин. Я считаю, что это наиболее приближённые к божественному созданию. Ну, как минимум, потому что это единственное создание, в котором может биться два сердца. Это такая абсолютная, абсолютная уникальность. Я их люблю за то, что ещё они умеют любить. А мужчины не умеют? Не по-другому как-то. Совершенно на каком-то голом энтузиазме поднимать мужчину, тянуть на себе, вдохновлять, сгорать в отношениях с ним. Я просто склоняю голову, на самом деле. Быть матерью – другое тему. У меня у нас с братом очень яркая женщина в жизни. Наша мама. Я иногда... Вот это какая-то, знаете, какое-то... Ну, у нас есть такое выражение в Баку, что это вот платан, оно какое-то большое, огромное дерево с большими ветвями, могучее такое дерево. Вот мама в нашем доме – это такое огромное наше пространство, нашей семьи. Это огромное дерево. И я иногда думаю, мне становится страшно, когда я думаю о том, что когда её не будет, я понимаю, что мы все уйдём отсюда. Но я думаю, как это место, такое огромное, вот эта пустота, отсутствие её физического. Чем будет заполнено? Мне кажется, ничем. Вот так и будет эта пустота. И я думаю много об этом в последнее время. Не о том, что я беспокойно и заволнован этим, а я думаю, что как так, вот такие люди, платаны вот такой. Это просто такое дерево массивное, оно по 500 лет может жить и больше. Я видел 500-летний платан, чинар. Вот. У нас такой с братом образ женщины, такая невероятная, самоотверженная, орлица, при этом не наседка. Вот за это я её уважаю очень. Она не бегала с нами во дворе с ложечкой кашки, что ты сам открой ротик. Она говорила, так, собрались, пришли, сели, поели. Вот такая волевая женщина, красивая. И я очень благодарен, что эта жизнь подарила, это воплощение в этой жизни подарила опыт встречи с такой женщиной в качестве матери. Мне нравится, что она не мамулька. Она наша мама. Всё. И не мамулька. Мне немножко не нравится этот образ. Но... Одел ли ты носочки и не простудился ли ты... Нет, ты голодный, да? Нет, она всегда может спросить, ты голодный, но вот так, по-мужски. У нас вообще такие женщины в роду. У меня просто мама такая, бабушка такая была. Такие жёсткие женщины. Но согласно тому, что вы сейчас сказали, логики вообще, то есть, скажем, жёны декабристов могли существовать, а вот мужья декабристов наверное нет. Нет, конечно. Они бы не поехали. Зачем, да? Они же предают женщин. Женщины только становятся ярко, они просто раз начинают закатывать и истерики, когда певица особенно, она знаменитая. Всё, они не выдерживают этого. Конкуренции? Они хотят быть сами? Нет, нет, нет. Они не умеют разделять с кем-то вот это чувство собственничества, что ты ещё кому-то можешь понимать. Женщина ещё как разделяет и будет с тобой ходить по всем этим сёлам, пока ты будешь выступать городам, весям. Поэтому Мужчина дома подождёт. И не факт, что подождёт. Да какой подождёт? Это в лучшем случае подождёт. Вы много сейчас все мужчины возненавидят, скажут, неправду говоришь. Ну, я говорю то, что я вижу. Какой опыт. Но у меня среди друзей есть мужчина, который невероятно любит своих женщин. Расскажу вам очень короткую зарисовку. У меня есть муж, жена, я с ними очень близко дружу, очень близкие мне люди. И я, она, у неё такой повышенный, у неё повышенный аппетит. Я говорю мужу её, я говорю, что вот у тебя жена обжора, он оскорбился, посмотрел, он мне сказал, что у моей жены не обжора, у моей жены повышенный, хороший, здоровый аппетит. Я говорю, господи, ну вот как он её любит. Обычно. Ну конечно, пришли и давай здесь со своими правилами. У нас не так много времени, наверное, на чём-то позитивном хочется закончиться. Поэтому вот что вам нравится по жизни, вот доставляет, знаете, такое даже не удовольствие, а настоящий кайф приносит? Движение. Куда? По жизни. Движение, наблюдать, созерцать жизнь, видеть её разной, общаться с людьми, знакомиться, с людьми, видеть, как эти люди, которых ты даже не представлял, станут твоими друзьями, единомышленниками, единоверцами, и ты что-то сделаешь, займёшь какое-то большое место в их жизни, и они в твоей… Вот сама жизнь, без идеализации, все её разные стороны, они меня волнуют, они у меня вызывают чувство азарта идти дальше. Бывают времена усталости, безусловно, когда нет сил двигаться вообще никуда, но всё равно наступает одно утро, ты понимаешь, ты идёшь к шкафу в прихожей, надеваешь кроссовки и думаешь, пора идти дальше. Я говорю, что жизнь – это всегда интересное приключение. Спасибо вам огромное. У нас в эфире был писатель Ильичин Сафарли. Завтра в 7 часов вечера в книжном магазине «Много книг» будет встреча с ним. Приходите, не пожалейте. Оставайтесь на нашей волне, а мы заканчиваем наш эфир. Спасибо вам. Всего хорошего. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»